добрый день здравствуйте дорогие друзья вот сегодня мы пришли из лесу и набрали очень интересных грибов вот и сегодня да мы хотим это продегустировать мы будем дегустировать честно говоря первый раз но это не значит что если мы надумали дегустировать как это безбашенно вот так вот нет прежде чем это делать мы изучаем литературу внимательно иной раз несколько лет подходим к этому чтобы точно понять что собственно вот и сегодня у нас в дегустацию попала вешенка поздняя до вешенка поздняя или по-латински она панелус сиротинус сиротинус убивает хорошо интересно очень гриб как-то мы раньше видели но проходили мимо а тут решили его собрать попробовать он появляется только поздней осенью и растет обычно на ольхах на ивах ну иногда на других лиственных деревьях иногда на березах да ну вот говорят что пишут вернее в разных книгах почитали и в посмотрели пишут что в молодом возрасте она очень вкусно потом может горчить да более становится более твердой что ли ну не знаю вот такие как считается уже наверное не молодые да молодая была немолода я думаю мы попробуем разное и потом уже поймем а для того чтобы и дальше готовить их вообще-то рекомендует отварить да хотя бы минут 20 поэтому возьмем кастрюльку и будем ее все все будем складывать хорошо значит значит что будет у нас я думаю что я хочу их проверять все кто их знает может червивые какие-нибудь попадутся нормально они на ощупь даже такие крупные легко режутся не горькие абсолютно не горькие хорошо посмотрим в общем значит значит сейчас сейчас мы их отварим отварим в течение 20-25 минут как вот говорится вот вы показывать сам процесс варки не будем а потом вот когда они отварятся мы будем жарить вот и тогда уже пожарим и попробуем и покажем да сейчас пусть они варятся я пришла к выводу что одинаковые по жесткости вот такие вот крупненькие и вот такие вот мелко некие тоже все все тут да я все кастрюльку а а мы потом попробуем на зуб ну да какие они хорошо сутрика вот такой да вешенка позднее цветом серая зеленоватая даже говорят бывает фиолетовая прикрепляется к дереву маленькой каким-то подобием боком боком подобием ножки а шляпки у них эксцентричные потому что ножки нет вот прям так к дереву и креплю как уж и вот пластин да и вот пластинки смотрите вот до ножки по ножке не спускаются а прям обрывают просто приросшие и все то есть это отличие от других вешенок ну она и была как бы вешенкой но потом вот ученые взяли и создали новый рот до устали их называть панель усами на люс ну панель ус так панель ус тем более сиротинус хорошо будем его теперь отварить сварим да а потом расскажем что будет дальше ну все вот почистила да ну да вот почистила все сейчас получилось пол кастрюли этой пол кастрюльки интересно что оказывается самое жесткое место это вот где этот это ухо прикрепляется к дереву тут как-то особенно жестко ты взяла его просто вырезала эти места и фруктовый запах это тоже меня это удивило да вот и чем-то напоминает лисички по запаху или я не прав ну по-моему так ты не прав они напоминают вот фрукты какие-то да напоминает и в общем-то хорошо пахнет вкусно вот они сейчас сырые когда они в одиночку их нюхаешь вроде не так когда полную полную кастрюлю носу ее что там другой запах хороший хороший фруктовый да ну хорошо ладно я не угадал посмотрим все получит все будем отваривать и так грибы мы отварили отварили до ночи это уже поздно было неохота сейчас уже утро вот так они выглядят а вот это отварили 25 минут и помыли да и вот такие они зеленый цвет пропал и стал такой вот красивый светлый свет светло-телесный цвет взяли большую сковородку потому что маленькую вот так и не поместятся так они варились мало да и варились мало сейчас будем резать будем резать и они такие хрусткие хрусткие да остались то ну-ка вот крупные попробуем ну интересно у них вот какой-то под кожицей под кожицей какой-то вот такой желатиноватый желатиновый слой да интересно ну ничего ну вот маленькие порежу но маленькие то мягче да чем крупные ну хорошо давай тогда лишь я значит после отваривания вот грибы приобрели такой красивый цвет и и теперь будем будем жарить хорошо мы все делаем как рекомендуют единственное что опять же не кладем ничего кроме немножечко масла на самое дно на сковородке чтобы грибы не пригорели да все режем так ну что порезали грибы порезали и так они так они выглядят вырезали типа соломки такой ну режутся на как обычно грибы режим вот режутся нормально такие немножко хрящеватые я бы сказал все и сейчас будем жарить сейчас на сковородочку но много их получилось замечательно все и включаем но я включил уже очень вот ну еще так сколько будем жарить но мне кажется минут 10-15 достаточно они же вареного ну в принципе да вот отвар вот такой получился смотрите вот он такой коричневый значит вся вот эта краска если вспомнить да они живут такие зеленоватые какие-то вот вся краска ушла в отвар вот они стали такими светленькими интересно режешь я говорю вот ощущение что либо крячики какие-то либо твердое какое-то в мясе бывает такое или как кальмара да вот это о точно вот как кальмар резать режешь как кальмара точно ну все тогда мы смотрим будет пожарим хорошо так ну что пять минут прошло что там у нас посмотрим что там у нас крышечка накрыла что думаю пока быстрее до быстрее потом они раз уже отваренные то они свой сок отдали в отвар да о паре отдали сколько так посолю я когда варю грибы не солю а это связано тем же часто утваренные например горячим способом соли а там надо вот мерку соли соблюдать а мы ведь не знаем сколько соли они возьмут из отвара понятно чтобы не ошибиться вот в мерке да это первое второе то что когда больше соли уходится в том плане что более соленые а это тебе не очень ну и вообще я кстати тоже не видел людей которым нравится соленые почему а я видела вот по-настоящему что вашего руки ну вот видела я вот такие люди которые пищу все время досаливают им кажется что все это не соленое что все это вредно то есть убитые рецепторы так ну что продолжаем тогда не надо закрывать пусть это сыру по много слишком ладно продолжаем так ну что 15 минут прошло да мы там имеем в общем то можно было бы их и меньше жарить потому что что такое жарко отварных грибов да это пропитывание всякими разными другими запахами то есть и вкусами ну по сути по сути да чеснок сметана там майонез яйцо картошкой вот потом о комникает специи всякие кладут там не знаю перец лавровый лист специально ничего абсолютно хорошо понятно ну все значит вот жарили выключаем выключаем ну давай 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 это было мэлус сиротинус полный сиротинус вешенку вешенка позднее ну красиво смотрит с виду очень красиво смотрится такими отдельными кусочками светлая как вот мало варила да она вот почти такая же какая была но некоторые посветление которые потемнее я так понимаю зависит от лоза я так думаю так хорошо все так нормально не сказать что это вот как бы эту пробовали золотистую чешучетку да там прям очень хороший вкус а это нормальный грибной скажем но не вкус запах и вкус ну ты же еще не попробовала так нюхай тупо нюхала и уже вкус определила ну мы тоже не пробовать у нас тут такая хрящеватая не сказать что жесткая а вот какая-то консистенция хрящика мягкого мягкого хрящика очень интересно ну вот нашли сравнение с кальмарами вот очень похуже а по вкусу такой мягкий грибной вкус не сказать что особо выразительный не сказать что там что-то такое необыкновенное ну тут же ведь и сейчас ничего нету да абсолютно ничего это вот собственный да немножко соли собственный вкус такой вот мягкий грибной мягкий грибной вкус никаких особенных там привкусов и изысков вот это очень важно что ну бывают еще как бы неприятные привкусы да бывают да а тут вот еще тут очень важно сейчас хочу и распробовать горчат или не горчат вот я тут всякие грибы видели сами варила и жарила и то есть и старенькие и молоденькие всякие вот сейчас ну вот этот наверно старенький давай посмотрим пока не горчат пока не горький пока не горький ну вот это ну потом мы не знаем что такое старый может старый это уже вообще лопухи ну да может жесткий такой что недели да ну ешь 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 так ну чё то а вот мне сейчас чуть чуть горчащий попался да немножечко вот так вот сильно бьет не нет вот буквально чуть-чуть то есть если перчик будет то никто и не по и не поймет никто и не поймет я уж так часто внимательно очень пробую молодые грибы вообще не горчат вот очень большой там несколько штук было вот они наверное дают такую маленькую маленькую горчинку но в целом я могу сказать что грибы красивые очень такие аппетитные на вид так очень хорошо на вкус не не имеет особого такого ярко выраженного вкуса но вполне грибной вкус и может быть даже и хорошо что он такой не сильно что ли усугубленные не сильно выразительный может потому что множество всяких специй можно сюда класть и это будет очень даже и каков вердикт гриб съедобен то есть вот это поздняя вешенка вполне пригодный гриб его можно собирать и и жарить и жарить и варить насчет варить не знаю да ну вот вот в жарке вот пожалуйста после отваривания смотрите он приобрел прекрасный вид замечательные и теперь его мне кажется они такие тверденькие красивенькие мариновать можно это кстати вот они вот теперь даже вот после стольких обработок да 25 минут варила 15 жарила они сохраняют свою форму и и то есть если еще такие ушки да небольшие вот небольшие ушки замариновать ой интересно экзотично ну в этом году наверное уже не успеем нет уже все сегодня закрываем сезон потому что сегодня 19 октября вот сейчас он уже за окном сейчас собираем машину все деревни облетели да и уезжаем вот опять дождь он хлещет ясно ну ладно значит съедобный гриб все панелус сиротинус нас порадовал угу сильно большие вот сильно большие я думаю не стоит брать они горчат чуть-чуть чуть-чуть буквально а эти все нормальные а эти все нормальные ну и прекрасно ну ладно приятного аппетита да всего доброго